В Библии Слово Божье сравнивается с водой, живой водой И источник воды на самом деле это чудо Потому что мы можем пить эту воду, без воды нет жизни И недаром на самом деле в Библии сравнивается с живой водой И само Слово Божье, и вера, и именно Божья вот эта милость сравнивается именно с водой И на источниках воды очень часто на самом деле ставили и раньше, в прежние времена И часовни ставили, и храмы И в общем-то сами эти места, они были особенно притягательными Я сам родом с Поволжья, и я помню как я влиялся в Чебосарах И там как раз на берегу Волги много было маленьких этих источников И с детства, помню вкус этой воды, значит, и мы с Бедончиком, с братом ходили То на один источник ходили, то пониже спускались Вот в одном была вода просто холодная, такая ледяная вода А в другом она была сладковатой даже, то есть с таким как бы привкусом нам казалось Но было очень приятно И вот когда мы говорим о жизни И тем более если Библия сравнивает Слово Божье, сравнивает Слово с живой водой То конечно, я так понимаю, что как человек он из воды собственно состоит Больше половины своей И без воды человек не может долго время находиться Так вот и соответственно без Божьего Слова На самом деле человек, любое человеческое существо не сможет долго просуществовать Любое человеческое сообщество тоже не сможет долго время существовать Ну может одно поколение, два, три, там не знаю сколько продержится Но рано или поздно приходят засыхания И вот как раз в церковной традиции Вот это на Страстной неделе как раз вспоминалось С чего начало Страстная, это собственно неделя С воспоминания того, что Иисус Христос, Он проклял смоковницу, не имевшую плода И интересный факт такой, ученики отметили Ведь обычно засыхает растение, оно с листочков И вначале сверху оно засыхает А здесь прям засохло прям с самого корня То есть Иисус так проклял это дерево, смоковницу, что оно прям с самого корня начало засыхать Не сверху, а снизу, с самих вот истоков И вот интересно еще, что в Библии сравнивается жизнь человека с деревом Жизнь человека, существа человеческого сравнивается именно с растением И именно с деревом Как дерево имеет корни И оно если достигает вот этих вот хороших вод И питается То даже если дерево само растет в таких жарких условиях климатических Оно все равно живо, оно цветет, оно распускается И вот жизнь человеческая Даже если мы живем, может быть, даже порой и в таких не очень благоприятных духовных условиях Но если мы корнями, как вот эти деревья, уходим к источникам воды То мы питаемся и мы живем И размышляя вот в эти вот как раз вот часы Здесь вот в парке, значит, возле источника воды Я попробовал этой воды, здесь арсенал, здесь бывший, здесь источник воды Люди приезжают сюда даже, даже, я понимаю так, отовсюду приезжают на пицце этой воды И вот эти мысли, конечно, они сразу же и вспоминаются И Иисус Христос сказал так Кто жаждет, иди ко мне и пей Даром из источника живой этой воды И вот на самом деле Сегодня для любого человека, любой конфессии, любой национальности Неважно кто ты Есть прекрасный призыв такой Прийти к Господу и напиться этой живой воды Потому что если человек без еды еще может некоторое время прожить То без воды он очень быстро умирает Потому что вода это жизнь И Слово Божье, я напоминаю, сравнивается с живой этой водой Хорошей водой Есть вода, в некоторых источниках она и бывает и отравлена Но есть настоящая, чистая, хорошая, святая вода И вот поэтому призываю всех Я когда и путешествую, и здесь вот сейчас на северо-западе России Бывая и в церквях, бывая в школах, в библейских институтах Я везде говорю Придите к источнику этой живой святой воды Которой есть Слово Божье, которая есть Иисус Христос Иисус Христос